Добрый день, господин мэр. В очередной раз рассматриваем актуальные вопросы в инсплощадном, первый из которых прислал профессор Преображенский. Он спрашивает, смогут ли жители Парвинды после установки и запуска конденсатора дымовых газов меньше платить за отопление? Такого обещания никто сегодня не может сделать по следующим причинам. Первое, какая будет фактическая экономическая эффективность данной установки после пуска, значит, это только практика установит. Есть расчеты, конечно, есть расчеты, что эта инвестиция окупается, при том срок окупаемости достаточно быстрый. Ну, а на время надо учитывать, что инфляция сегодня достигла почти 3%. Второе, в том числе, все время происходит подорожание щепы, которые мы сжигаем. Она не какая-то там очень быстрая, но она постоянная. Вот, подорожал и каменный уголь сильно раза два по сравнению там еще года три назад. Ну вот, и если и будет это, и эффективность-то точно будет, но я думаю, что быстрее всего она покроет или отдалит влияние на общий тариф, рост общих издержек. Ну, например, вы же знаете, что в этом году средняя зарплата по народному газету в Латвии возрастает на 8%. Да. Если мы хотим, чтобы там работали люди, которые, на которых можно положить соцсистема отопления, теплоснабжения, то они тоже должны индексировать их зарплату, и это кто-то должен платить. Да. Так что сейчас обещать снижение тарифа было бы легкомысленно. Андрейс в рубрике «Алломитас Балс» пишет. «Мне не нравится горб на недавно отреновированном Красном мосту. Это неудобно для водителей, надо бы выровнять». Это старый мост. Он восстановлен в историческом виде. Егор как бы соответствует де-факто его строительству. Но если вы будете ехать на той скорости, которая там разрешается, у вас проблем не будет. Людмила пишет. «На выходных решила прогуляться по Молу. Дул очень сильный ветер. Я заметила, что бетонная стена, отделяющая дюны и дорожку для пешеходов, в такую погоду лишь частично выполняет свою функцию. Ветер наносил песок на дорожку, и там собирались большие кучи песка. Чтобы это решить, думаю, нужно поплотнее рассадить кусты. Там, где их было больше, песка наносило меньше». Да. Мы вопросы с дюнами, как там, чего решать, мы рассматривали на комиссии по развитию. Если посмотреть архив заседания этих комиссий, то там можно увидеть именно это заседание, и там будет больше представление, что это такое. Но очень кратко следующее. Если вы пойдете по центральному настилу на пляж, на море, к морю, то там есть такая башня синяя. Так вот, когда я приехал в Энсвелл в 1977 году жить и работать, то эта наблюдательная вышка находилась на берегу моря. Сейчас посмотрите, из нее никакого моря не видно. Еще лет 50 назад, там, где сейчас дюны, вот у этого красно-крипичного дома, там есть большие дюны сейчас. Там было чистое место, и там был пляж. Ровный, ровный полностью. Сейчас там дюны высотой 30 метров. То есть, в связи с стандартным движением течений, они приносят песок, и этот песок осаживается к югу от южного мола, и море там отступает, и дюнная зона постоянно возрастает. Я думаю, с самого южного мола она прибавилась в последние где-то лет 50 до 100 метров. Так вот, этот, что названо в вопросе бетонной защитной стены от песка, это не от песка. Она была спроектирована, построена для защиты от волн. Вот от волн там ничего нет, там только песок, потому что море отступило. Значит, расчеты показывают, что высота дюн, которая образуется в результате влияния ветра, я по памяти говорю, могу ошибиться, по-моему, 30 метров. Вот эти дюны там достигли 30 метров. Они постоянно, мы сажаем там, но постоянно море отступает, и все образы новые, новые, новые. Действительно, там носится при южном, юго-западном ветре песок на южном берегу, на южной молу, где подъезд. Ну, это мы воспринимаем как, само собой разумеется, ну что, если вы придете загорать на море, и будет безветрно, то вы не заметите, что вы лежите в песке. Если появится 5 метров в секунду, ну, там чуть-чуть вы почувствуете. А если будет 15 метров в секунду ветер, да, то у вас будет буквально такими, как иголками, да, и весь в течение нескольких минут будет в песке. Это есть взаимосвязь между ветром и песком, он везде такой, да. Ну вот, ну, это место, где этот бадье, заезд на южный мол, это как раз то место, где производится песок, очень чистый, очень хороший, который мы используем для нуждов венсполчан. Начиная от, где нужно на кладбище, детские игральные, где играются дети, и в других нуждах. Я, например, тоже покупал этот песок для частных нужд. Это можно сделать любой. Анна Те, опять же, в рубрике «Ломен Тазбалс» пишет. Последнее время по ночам в городе слышатся странные громкие звуки, которые мешают спать, особенно если открыты окна. Думаю, это связано с деятельностью порта и железной дорогой. Но хотелось бы знать точнее, можно ли что-то изменить? Да. Разрешение на загрязнение окружающей среды выдает Государственная служба охраны природы. Государственная служба, не самоуправление. В том числе на предельно допустимый уровень запахов и не звука, а шума, тоже выдает Государственная служба охраны природы. Соблюдение этих нормативов контролирует Государственная служба инспекции по здоровью. То есть, если вы слышите громкий звук, по вашему мнению, от промышленной деятельности, от перевалочных работ, то надо обращаться в эту службу, инспекцию. Поскольку вопрос задан абстрактно, то, конечно, мы не можем на основе этого вопроса, например, написать письмо. Но лучше всего самим обратиться, потому что нужно время, где вы находились, откуда приходил звук. Если несколько таких сигналов, тогда можно установить, кто чем в это время занимался. Но, конечно, в ночное время уровень звука ограничен нормативными актами. Но, повторяю, контроль за этим осуществляет только одна служба в Латвии. Это Государственная служба по здоровью. От нескольких жителей поступил вопрос, я его объединил в одну. Есть ли смысл в объединении Латвийской и Эстонской баскетбольной лиги? И сможет ли это привлечь зрителей? При этом, для нашей команды это означает очень длительные переезды, что утомляет. А значит, меньше отдыха между матчами. Да. Ну, ладно, это не те расстояния. Да, и автобус нормальный. Ну, во-первых, я был одним из инициаторов и, может быть, единственным инициатором лет 20 назад, чтобы создать баскетбольную, Балтийскую баскетбольную лигу. То есть Литва, Латвия и Эстония вместе. Ну вот, тогда это удалось, потому что не было такой нормальной конкуренции на уровне Латвии. И какое-то время эта лига послушала. Сейчас в Литве другие люди, и они отказались от участия в этой лиге Балтийской. И она как бы перестала существовать. Вариант Эстония-Латвия, по-моему, это лучше, чем только Латвия. Какой будет общий уровень этих команд латвийских или эстонских. Будет ли больше матчей, результат которых нельзя предсказать. Я надеюсь, что да. Но подводить итоги можно только по окончании сезона. А сезон только начался. Я надеюсь, что больше будет интересных матчей. Притом надо иметь в виду, что наша команда выступает в Лиге чемпионов Европы. И там состав нашей подгруппы, например, очень сильный. Очень сильные, очень сильные команды. Так что нам легко не будет. Что вы скажете о составе команды? Состав у нас третий год, мы комплектуем хороший состав. В прошлом году мы потеряли из-за травм, по-моему, трех основных баскетболистов. В этом году уже два перелома носа. А в прошлом году американцы, помните? Был перелом то же самое. Затис, а это четвертый и пятый номер, которые не валяются. Их-то не так легко найти. Потом Антро, по-моему, получил травм. Двум черные были с травмами. Одно время у нас было в составе команды не из двенадцати, а из семи человек. Из них два были в нашей государственной команде, то есть сборной команды Латвии. Ну, если не будет травм, то, по-моему, наша команда должна показать хорошее содержание игры. Велта на портале пишет. В новостях говорили, что в этом году к пенсии добавят больше, чем в прошлые годы. Красиво звучит, но это ведь пыль в глаза перед выборами. Одной рукой дают, другой отнимают. Разве рост пенсии успевает за удорожанием жизни? Ну, средний рост индексации пенсии, но вы знаете, там до определенного уровня не все пенсии индексируются, только маленькие пенсии. Индексация неполный 6% до немного больше, чем 7% в зависимости от этого стажа. Инфляция округляет 3%. То есть, если 6% рост, 3% минус пункта, то получается 6% реального роста. Ну, или там 4%, если у вас стаж более 40 лет. Так что добавка есть и с учетом инфляции, а только с учетом инфляции надо оценивать все и вся. Ну, конечно, это индексируются только маленькие пенсии. В своем роде это несправедливо, поскольку любая пенсия зарабатывается в результате оплаты налога, социального налога. То есть, ни один не получает пенсии за красивые глаза, только за то, что уплатил социальный налог. Есть, кто платит 100%, есть социальный, есть, кто вообще не платит и получает конверт. Есть, кто и так, и так. Так что это тоже, конечно, проблема. Ну, это тоже не от хорошей жизни. Так что не все в жизни по книге. И в заключении Инга в той же рубрике «Allowent as balls» пишет. Продолжается голосование за самое дружественное для семьи самоуправлением. Радует, что Венспол стабильно держится на первом месте среди городов. Действительно много сделано для семьи с детьми. А что конкретно выделили бы вы из сделанного? Вы знаете, когда ребенок, когда у него какие-то проблемы со здоровьем, начинаешь кашлять, то главное это врач. Когда вы едете коляской и где-то хотите зайти, то важно, что можете вы зайти или не можете зайти. Например, третья средняя школа. У них там главный заход, лестница. А как там забраться с коляской? Никто об этом никогда не думал. Ни проектировщики, ни эксплуатации. Ну, вот это наша такая компания. Чтобы нам подсказали, где нельзя заехать с коляской, она дала у нас необходимость, чтобы продумать. Если не по центральной лестнице, то куда там должна быть надпись. И там кому звонить, чтобы из коляски могли заехать, например, в школу и поставить коляску не на улице, а уже в коридоре. Ну, конечно, ребенка вы возьмете на руки, но все-таки коляска будет не на улице. Вот это одно направление, которое мы провели во всех зданиях самоправления. Дальше, маленький ребенок, пеленки надо менять. Об этом не обратили внимание. Сейчас мы обратили внимание. Более 50 местах мы установили специальные места, где оборудовали, где можно пеленки поменять. Дальше, вы едете над коляской, как вы переедете улицу или как вы по дорожке там идете, например, дорожка. Вот я знаю одно место, где вдруг лестница, эти ступени там 4-5. А как вы с коляской ступени? Что на руках нести, да. Конечно, это можно, но женщина не поднимет же. Ну, вот это было усвенено, это место, да. Вот. Или вы тогда по газону на коляске ехали. Ну, или, например, у Бен какие-то проблемы, что-то появилось на коже, да. И он начинает чешаться. Значит, он не спит, да. Он плачет. Это целая проблема. Колоссальная проблема, если такая возникает. Вот. А что это такое? От чего это? И как с этим бороться? Это сразу вы смотрите в сторону врачей. Вот. Аллергия, например. Это аллергия или что это такое? От чего это? Ну, вот. И было целый ряд предложений по врачам. И мы пригласили на раз в неделю, там, два раза в неделю, какое направление врачей, которых в Латвии вообще мало, и в Энсполсе их просто не было, чтобы они здесь приезжали и могли провести консультации. Вот это еще одно большое направление. Дальше. Ну, вот. У нас родители, маленькие, молодые мамы, вдруг массово захотели... Вот ребенку полтора года, все, она в детский сад, и она хочет работать. У нас было 30 мест свободных. Оказалось, 30 мест у нас на очереди, а за это время 100 мест заново создали, как бы считали, что все в порядке, оказывается, не хватает. Сейчас мы проектируем полиции Бривиус, реконструкции старого детского сада, чтобы там открыть именно акцент на маленькие, младшие группы, да, полтора года, два года, до трех лет. Вот эти, эти группы, да. Чтобы мы, чтобы, вот, не было этой, этой очереди. Ну, и так, так много разных. Ну, например. Ну, хорошо. Без этого можно обойтись. Ну, например, есть такие качели, где сейчас у нас есть, мы там смотрели на американцев, когда вот вы сидите и напротив вас ребенок, и вы оба качаетесь, да. Ну, вот, такая прелесть, мы это продолжим устанавливать. Или у нас два городка и 36 комплексных мест для игр, для детей. Разных возрастов, притом, да. Потому что, если вы приходите с ребенком трех лет, то вас не интересует то, что для десятилетнего, да. Это тоже. Ну, вот. И это нигде такого нет. Но, поверьте мне, я вот в Лондоне, значит, детский городок, в принципе, с Дианой у нас лучше. Ну, очень точно. Ну, вот. Так что, эти нужды семьи, с детьми, или, да, вот, работать с талантливыми детьми, вот, со всеми работают по специальной программе, которые учатся в детском саду. Потом есть с первого по двенадцатого класса, или активность обучения дигитальным навыкам. У нас, по-моему, девятнадцать направлений, начиная с дронов, заканчивая программирование, роботистика и так далее. То есть, ну, это такое вот комплексное предложение. Или, например, по спорту. У нас десять видов спорта в спортивной школе, и еще двадцать одинному клубу мы даем деньги, кому больше, кому меньше, для спортивных активностей, для детей и молодежи, да. Ну, вот, то есть, всего мы четко поддерживаем 31 вид спорта. Это очень много. Кроме того, к какому виду спорта вы можете отнести уличную гимнастику. Вот мы создали целый стадион, да. Или скейт-парк, да. Это как бы... Ну, или вот мы сейчас создали... Вот первая основная школа, это не стритбол, а три на три играть в баскетбол. Ну, мы такие площадки еще будем делать. Ну, эта работа все бесконечна, да. Бесконечна, и нужды человека бесконечна. Так что мы продолжим эту работу и ждем подсказок от родителей. Ага. Но нюанс такой, что вчера вам родился ребенок, и через три года у него три года лет, и через семь лет он уже в первом классе. Так что время пролетает быстро, но зато идет замена. Спасибо вам за работу и за ответы, и всего доброго. Всего доброго.